Я сегодня немножко на таком спортивном движении и с ранением под глазом, который мне намес вот этот товарищ. Сегодня будет рубрика, которая была уже в ноябре, и я решила ее сделать постоянной. Мне очень понравилась эта идея, поэтому решила на декабрь, как точно, снять еще один такой эпизод. И сегодня поговорим о том, чем же можно заняться в декабре, какие будут проходить ивенты, выставки, фестивали, концерты и прочее. Начну я сегодня с самого, наверное, актуального развлечения — это катки. Я нашла несколько вариантов, и платных, и бесплатных. И, естественно, самый, наверное, очевидный вариант — это каток в Гуме. Невероятно красиво. Я помню, по прошлому году билеты раскупались на месяц вперед, и я на нем, если честно, ни разу не каталась, но, возможно, в этом году что-то и срастется. Там же возле Гума, где этот каток, есть ярмарка. Там стоит много разных домиков, и в этих домиках есть лавки, в которых продают сувенирные какие-то изделия, одежду. В основном тоже такое в тематике русской зимы, типа там валенки можно найти, какие-то шерстяные жилетки, матрешки даже. Это все безумно красиво и безумно дорого, на самом деле, для таких вещей. Возможно, ценность этих вещей в том, что это куплено в центре Москвы. Возможно, поэтому эта цена в какой степени может быть оправдана, по крайней мере, для туристов. Мы туда ходили на прошлых выходных, и это правда было сказочно. Единственное, что меня очень сильно раздражало, это количество народу. Естественно, это было еще, по-моему, суббота. Логично, что в центре Москвы в это время, тем более на ярмарке возле Гума, будет просто толпища народу. Также я бы советовала пойти на каток на ВДНХ, я там была несколько раз, очень большой каток, красиво. Еще я в интернетах нашла интересный каток в комплексе каком-то спортивном, по-моему, если я не ошибаюсь, который называется The Ring. Там просто очень красиво это выглядит. По-моему, там по ощущениям моим визуальным каток не самый большой, но в плане эстетики мне понравилось. Это все варианты катков, которые за денежку, но вот вам вариант бесплатного катка, он находится в парке Яуза. Обычно катки открываются где-то в конце ноября-начале декабря и работают аж до февраля, поэтому времени еще много. Узнайте график работы катков на сайте и берите на заметку себе такое спортивное времяпровождение. Только такой спорт, на самом деле, я уважаю, потому что спорт на улице, типа бега какого-нибудь, вот именно такой спортивный спорт, или в зале, меня это вообще не вдохновляет, но вот спорт, который чисто для развлечения, вот этот спорт мне прям нравится. Ради такого веселья я готова и подвигаться своими хрустящими локтями и коленями. Следующий вариант, который я бы хотела посоветовать, это выставка, которая проходит в галерее Триумф. На нее можно попасть бесплатно и открыта она до января. Выставка, о которой я говорю, называется «Хроника цветущих событий». Часть проекта системная сборка, идея которой заключается в выставлении различных работ деятелей искусства, художников из разных уголков нашей страны. И конкретно в этой выставке «Хроника цветущих событий» будут выставляться работы нижегородских художников и деятелей искусства. Там будет и инсталляция, и фотография, и скульптура, и живопись. Мне это очень стало интересным, и я безумно туда захотела попасть. В тот день, когда мы были в районе Гума, как раз эта выставка находится там недалеко, я прям загорелась, что мы туда идем. Я была просто разочарована и зла, потому что, когда мы туда пришли, она была закрыта на какое-то частное мероприятие. Я просто шла и орала на всю эту улицу Ильинку. Не на работников галереи, потому что мужчина, который там стоял, возможно, на охране, он был довольно вежлив и мил. Но я потом шла и возмущалась Вите, что кого хрена, я хотела посмотреть эту выставку, они не имеют права ее закрывать. Написано, что они работают до восьми, но потом я поняла, что ну выставка-то бесплатная, в принципе, че мне тут выпендриваться. Надеюсь, что завтра я до нее дойду снова. И если я все-таки дойду завтра, то есть успею до того, как я смонтирую, выложу это видео, куплю видео или фото с той выставки. И еще одно событие для любителей искусства во Флаконе. 9 и 10 декабря проходит фестиваль Art Edict Fair. Сейчас уже, наверное, как раз число 9, поэтому у вас есть шанс туда залететь хотя бы 10. Там будут проводиться бесплатные лекции и мастер-классы от художников и дизайнеров. Также там будет арт-маркет, на котором можно будет приобрести какие-то арт-объекты для себя или как раз-таки на грядущие праздники в качестве подарков. Там же 28 декабря для любителей Гарри Поттера будет проводиться концерт симфонического оркестра, где будут исполняться музыкальные мелодии из Гарри Поттера, собственно. Кстати, у меня каждый год проходит марафон просмотра Гарри Поттера. Хотя, мне кажется, это вообще у каждого второго такие марафоны проводятся. И как раз-таки скоро, я думаю, этот марафон уже начнется. Как минимум первые две части я смотрю всегда, потому что они самые сказочные. У них был как раз один и тот же режиссер, и у них вот какая-то особая сказочная волшебная атмосфера. Из-за погоды все занятия и ивенты уже, наверное, как несколько месяцев не имеют абсолютно никакого смысла для проведения их на улице. Поэтому вот вам еще один вариант, как же провести это время, не морозя свои жопы и носы. Толярная мастерская DIY Академия. Там вы можете сделать очень много разных прикольных штук из дерева, и даже можете сделать свой собственный лонгборд. Так сказать, подготовить летние сани зимой. У меня, кстати, стоит там мой лонгборд. Сейчас он используется как арт-объект в моей квартире, потому что кататься сейчас на улице, ну, понятное дело, что невозможно. На каких-то закрытых скейт-парках или еще где-то мне это не очень интересно. Я не умею никаких трюков делать, ничего исполнять. Я просто люблю прогуливаться, так сказать, на этом лонгборде. Просто гулять, кататься в центре или где-нибудь здесь, какой-нибудь парк найти, что на самом деле сложно найти какой-то парк, где будет нормальная дорога, позволяющая кататься на доске. В общем, если вы не катаетесь в лонгборде, то можете использовать его тоже как арт-объект. Ну, или создать что-нибудь интересное, подходящее под ваш интерьер, красивое. Не обязательно лонгборд, это я просто как вариант, потому что там есть такой мастер-класс. А так, в целом, он там не один. Можете выбрать что-то по вашему интересу. Касательно мастер-классов, я тут недавно наткнулась на одну интересную мастерскую, которая называется Дом Липы. В декабре там будет проводиться парочка очень интересных мероприятий. Например, 13 декабря будет проводиться чисто такая женская встреча, где можно под ВИНСО обсудить какие-то насущные женские темы под руководством сексолога и специалиста по психосоматике. Сколько я понимаю, это в одном лице, то есть это будет один психолог, который будет провождать, собственно, эту встречу и вводить ее в правильный русл для того, чтобы можно было ловить какие-то инсайты. проработать какие-то свои темы. Понятное дело, что это не то же самое, что групповая терапия или уж тем более личная терапия, где идет гораздо более глубокая тема. Но в качестве развлечения, в качестве социализации это, мне кажется, очень интересное событие. В общем, это действительно что-то типа психологической группы, только такая демо-версия, где работа не будет проводиться так глубинно и так растяжимо по времени. То есть это будет только один вечер, на котором можно в экспресс-формате что-то обсудить, возможно, что-то понять, взять на заметку и уже потом с этим идти в более глубокую проработку, если вам этого захочется, если вам это нужно. Если нет, то это можно воспринимать просто как интересное времяпровождение. Я пару лет назад ходила на одну терапевтическую группу, которая длилась год, и я вам скажу, что это очень классный опыт, поэтому рекомендую. Там же 17 декабря можно будет прийти и сделать какую-нибудь новогоднюю композицию или букет, или какое-то изделие, которое можно будет поставить дома в качестве украшения или кому-то даже подарить. Москва зимой это просто что-то сказочное и невероятное каждый божий год. И я даже когда в Минске жила и приезжала сюда на новогодние праздники, очень сильно восхищалась вот этому масштабу, этой красоте, поэтому мой глаз очень сильно зацепился на одну экскурсию. Это автобусная экскурсия, которая проходит ежедневно, и она называется очень просто и говорящая «Огни новогодней Москвы». Примерно три часа проходит эта экскурсия, автобус вводит вас по Москве, по самым красивым ее уголкам, которые просто невероятно украшены. Мне очень нравится, как внутри выглядит кинотеатр художественный. Рекомендую сходить в этот кинотеатр, особенно сейчас, там очень красиво украшено. И вообще мне в целом не только зимой, очень нравится интерьерная часть внутри этого здания. Кстати, говоря о кино и сериалах, я вам рекомендую заглянуть в кафе «Публика», потому что там, во-первых, вкусно кормят, а во-вторых, там периодически крутят фильмы и сериалы, например, там «Друзья» или «Офис». Как раз можно будет посмотреть что-то на новогоднюю тематику, поэтому сходите, вкусно покушайте и посмотрите кино или сериал. Ну и раз уж я заговорила о вкусной еде, переходим к моей любимой части. Я вам посоветую сейчас, куда ходить конкретно сейчас в этом сезоне, где будет и вкусно, и красиво, по-новогоднему украшено, и в целом атмосфера праздничная. Первое — это ресторан «Батлер». Там каждый год что-то просто невероятное. Украшено безумно красиво. Ценник там, конечно, не бюджетный, но если что, прийти посмотреть декорации на улицу можно и бесплатно. Следующий вариант попроще — это заведение, которое называется «Арома». Внутри стоят миниатюрные украшенные елочки, и некоторые блюда подаются на этажных тарелочках, на которых нарисованы цветочки. Я как раз такое люблю. Ну и завершу эту подборку кафешкой «Экзелент». Там концепция в том, что там только завтраки. Завтраки целый день, очень вкусные, разнообразные, и в целом мне нравится интерьерчик. Он очень такой милый, не слишком приторный, немножко нежнятинка. В общем, все как-то на балансе, красиво и стильно. Мне прям приятно там находиться. Единственное, что там, конечно, народу бывает много, особенно выходные. Иногда приходится даже в очереди постоянно. Я говорю сейчас конкретно о точке на Маяковской. В этом году фасад там украшен в виде подарка розового в пайетках. Это выглядит очень гламурно и ярко, и я как раз завтра туда собираюсь пойти и посмотрю, как это выглядит вживую. Потому что после того, как украсили, я там еще ни разу не была. Ставлю вам фотки, видео, которые сделала я со вчерашнего похода. Я никогда, сколько раз там была, не разочаровывалась. Все всегда очень вкусно, очень красиво. Собственно, все. На этом я завершаю эту подборку на этот месяц. Посещайте все эти места, развлекайтесь, получайте удовольствие. Я, правда, очень старалась для того, чтобы собрать подборку максимально интересную. Я исходила, конечно же, из своих вкусов и интересов. Мне кажется, что у меня довольно широкий круг интересов и разноплановый, поэтому хотя бы один пункт из этого списка каждому зайдет. В общем, желаю вам интересного и веселого декабря. Всем спасибо и пока!